МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Костилья забрала мяч под свой контроль. Некоторое время горняки по привычной схеме играли в очень прессингующий футбол. Однако извлечь выгоду из множественных комбинаций не получилось. Возможно, именно поэтому к середине первого тайма они немного отпустили волну, переместились ближе к центру поля и давали сопернику побороться за мяч. Но опасных моментов все-таки было меньше, чем ожидалось. Лишь под занавес тайма Лати сумели открыть счет. Отобрали мяч в центре, но не стали углубляться. Короткий пас Станислава Пугача из края штрафной в дальний верхний угол прострелил Андрей Воропаев. На этом и закончилась первая 20-минутка. После перерыва тактика команд не изменилась. Волна продолжила всем составом оберегать Никиту Ефремова. Получалось это очень даже неплохо. Костильцы же создавали моменты, но преимущественно использовали удары с дальних дистанций. Один из таких стал решающим. На 35-й минуте матча Дмитрий Куланхин, не доходя до штрафной, пробил низом в левый угол. Командам было необходимо активизироваться, так как ничья с двумя мячами на двоих явно не то, чего ожидали от противостояния лидеров таблицы. У нас какая-то расслабленность в последнее время. То ли мотивации нет, то ли что, как-то мы играем, непонятно как на самом деле. Можем, просто азарта нет, наверное, я не знаю, почему так получается. То ли народу нет, может быть, это тоже фактор большой влияния. У волны получилось создать интригу. Забрав мяч на своей половине поля, два нападающих двинулись в атаку против двух защитников. Вовремя на удачную позицию подоспел Никита Абаджи. Воропаев скинул ему мяч и капитан команды пробил в дальний угол. Оставалось четыре минуты на то, чтобы окончательно решить исход матча. Кастилья вновь расположилась у чужих ворот, но если ей удавалось обойти линию защиты в пять человек, то последний рубеж в лице Никиты Ефремова стоял безукоризненно. Зато всего лишь одна небольшая ошибка, потеря мяча и контр-выпад от волны. Ильнур Юлдашев вышел из ворот, но не смог перекрыть удар Артема Слопогарова. Медленно, очень драматичный снаряд закатился в сетку. И дан финальный свисток. Матч произошел очень тяжелый, но мы договорились изначально, что будем сидеть сзади, потому что они очень хорошо катают мяч. У них, мне кажется, одна из лучших команд здесь по держанию мяча. Очень хорошо его катают, очень сыгранные. Мы сидели на своей половине поля, атаковали на контратаку. У нас сегодня очень хорошо они получались. Убегали, создавали моменты и, мне кажется, заслуженно победили. 3-1. Автобусом волна вполне успешно перекатилась через Кастилью, доказавшую на своем примере, что 90% владения не гарантирует побед. Валерия Астафьева, Ильдар Загиров, Ангелина Уразова, Алена Удовенко специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. 3-1. Продолжение следует...